МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Татьяна Трофимова. Сегодня выпуски. Герои дня. Жителям Чебоксара вручили государственные награды. Комфорт и удобство. В Чувашию прибыли новые автомобили для центров социального обслуживания. Звуки музыки. Мастера оперной сцены выступили под открытым небом в Чебоксарах. Столица в Лицах. Сегодня жителям Чебоксара вручили государственные награды за особые заслуги. А герои дня. Сюжет Дмитрия Ковалева. Она, Анастасия Филипповна, из спектакля «Идиот» и «Пруденция» из постановки «Дом Бернарды Альбы». Более 30 лет на сцене за это время Валентина Ситова сыграла огромное количество ролей. Звание заслуженного артиста России присвоено ей по праву. Самая любимая ваша роль? Самая любимая? Наверное, давно отыгранная. Инжители, жиды, лизу. Конечно, все для меня театр. Михаил Кондратьев на протяжении многих лет изучает основы искусства и национальной культуры. На счету академика сотни публикаций и десятки научных пособий. Труд достойный медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ о присуждении награды подписан президентом. Очень глубоко чувствую, насколько важна наша деятельность, наша сфера. У нас, Чувашии, все-таки в течение 20 века очень много сделано и продолжает делаться для не только социальной сферы, но для гуманитарной сферы. Медалью Ордена за заслуги перед Республикой наградили врача-хирурга Геннадия Арсютова. В его династии все профессионалы. Поддержать отца в дом правительства пришел и сын, главный офтальмолог региона. Та награда сегодня еще вдохновляет тем, что работа любого доктора – это, наверное, высокий пилотаж. Это то, что на самом деле с момента рождения до конца человеческой жизни ты отдаешь все то, что ты знаешь, что ты умеешь. Ставший заслуженным работником промышленности Республики Владимир Нюрнберг адресовал слова благодарности за высокую награду своему коллективу. С тем, с кем мы работаем сегодня, это наша дружная команда. Ориентируемся на самые лучшие мировые технологии и мировые материалы. Значит, сегодня мы практически этого добились, достигли, значит, имеем очень хороший потенциал. В числе награжденных – врачи, учителя, строители, работники предприятий. Председатель правительства Республики отметил, что благодаря трудолюбию горожан чебоксары поступательно двигаются вперед. Вы вкладываете в любимое дело не только труд, знание и опыт, но и частичку своей души, поэтому у вас многое получается. К своему 550-летию чебоксары значительно похорошели, преобразились, как будто помолодели. Сегодня чебоксар – это гордость нашей Республики, мощный индустриальный центр, один из самых благоустроенных городов России. Непростая задача фотографов – сделать групповой снимок героев дня. В одном кадре более 40 человек, заслуживших высокие награды. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов, Республика. В Минфине России сейчас в разгаре подготовка бюджета на 2020-2022 годы. Задача в первую очередь обеспечить финансирование национальных проектов, а значит и их региональных составляющих. Нюансы обсуждали сегодня в Чебоксарах на заседании постоянной рабочей группы Минфина страны по совершенствованию межбюджетных отношений. Одна из главных целей национальных проектов – повышение уровня жизни населения. Достигать этого планируется с помощью различных программ и подпрограмм. К примеру, такой вид поддержки, как социальный контракт, когда членам нуждающейся семьи помогают найти работу, создать собственное дело, или выделяют средства на организацию подсобного хозяйства, теперь будут финансировать на уровне федерации. На следующий год выбрано 13 пилотных регионов. Однако нужно предусмотреть ряд нюансов, чтобы такая помощь была эффективной. И корова, которую купили для обеспечения семьи молочными продуктами, не пошла на мясо или продажу, отметила заместитель губернатора Томской области. Социальный контракт предусматривает, прежде всего, развитие, ну, если так уж формально сказать, производственного потенциала семейного хозяйства. То есть это не просто вот дали, чтобы он хлеб купил там, или что там одежду, или еще что-то, а чтобы он мотоблок купил, корову купил там, птиц там, или я не знаю, что там, отремонтировал стайку. Вот этот контракт очень, на наш взгляд, эффективен. Что касается Чувашии, мы вошли в число регионов, для которых разработают индивидуальный план развития. Рассматриваются основные направления, которые помогут региону выйти на другой уровень развития, более выше. То есть будут способствовать росту заработной оплаты, созданию современных производств, новых рабочих мест и, соответственно, снижению безработицы. При этом учтут развитую аграрную специализацию и другие особенности региона. Вообще, в условиях нацпроектов специалисты Минфина страны теперь мыслят периодами не в три года, а сразу в шесть. Рассказала председателю кабинета министров Чувашии Ивану Маторину, директор департамента межбюджетных отношений Минфина России Лариса Ерошкина. Что касается сбалансированности бюджета на местах, Чувашии есть чем гордиться. Подвели итоги качества правильных финансов за прошлый год. И республика вошла просто даже представить себе эти цифры. Мы анализировали 16, 17, 18 год. У нас только восемь субъектов, которые в течение этих двух лет занимали первый степень качества правильных финансов. В том числе мне отрадно сказать, что вы уходите в эту прекрасную группу. В заседании рабочей группы участвовали руководители финансовых служб Томской, Ростовской, Вологодской, Волгоградской областей, Ставропольского края и города Севастополя. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов. Республика. 30 новых автомобилей сегодня получили Центр социального обслуживания Республики. Техника поступила по нацпроекту «Демография». На вручение ключей побывала наша съемочная группа. Быстро добраться до больницы, если ты пенсионер и живешь в сельской местности – задача не из простых. Чтобы ее решить, создали мобильные бригады центров соцобслуживания. Они сопровождают пожилых и оказывают помощь на дому. В Шамерлинском районе мобильная бригада помогает двум тысячам человек. Добраться до каждого раньше было проблематично. У нас были, собственно, автотранспорт из двух автомобилей «УАЗ» и «ФИАТ». Но были трудности. Автобусы не всегда вовремя, не во все населенные пункты могут доехать. Или доезжают один раз в неделю. С этими машинами попасть на прием к врачу будет легче. 30 «Газелей» и «УАД» получили все районы республики. Они приспособлены и для маломобильного населения. Есть спецподъемник, кнопка вызова и место для коляски. На покупку автомобилей из федерального бюджета выделили почти 44 миллиона рублей. Стоит задача довести среднюю продолжительность до 78 лет, а без должного медицинского обслуживания, именно старшего поколения, этого достичь будет тяжело. И доступность, понятно, что в городе она максимальная есть у жителей. Эту доступность нужно поднять на селе. В следующем году медики проведут дополнительную диспансеризацию. Проверят здоровье людей старшего возраста. В первую очередь тех, кто живет на селе. А с новыми автомобилями это будет быстрее и комфортнее. В республике продолжается подготовка к отопительному сезону. Плановый ремонт завершен более чем в 600 котельных. Ход работ сегодня обсудили члены комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главная задача – не допустить сбоев в работе жилищно-коммунального хозяйства в новом сезоне. На случай аварии предусмотрены резервные источники теплоснабжения. В сентябре управляющие компании должны завершить ремонт оборудования и получить паспорта готовности. Продолжается у нас работа по подготовке многоквартирных домов. 89% многоквартирных домов опрессованы, промыто, отремонтированы. 70% кровель, 82,5% мутырных домов. Системы – это снабжение 45% систем, теплоснабжение 68% систем, канализация, спорта готовности оформлены на 10% многоквартирных домов. Это 496 многоквартирных домов. Тон-мобильные работы в этот категорическом сезону завершены в Красночитайском, Патерском и Элатарском районах. Близкие к завершению работы – это Турмарский, Шамушинский, Янтиковский, Яльчевский, Комсомольский, Бресинский и Кальковский районы. Там практически завершены все работы. Осталось только оформить экспортные готовности. К работе в зимний период начали готовиться и энергетики. С каждым годом в республике число аварийных сбоев в работе подстанций снижается. В период прохождения ОЗБ 2018-2019 годов в Чувашинерго произошло 100 технологических нарушений в сети 6, 10, 35, 110 кВт. По всем технологическим нарушениям, происшедшим в этих сетях, были проведены расследования с оформлением актов в установленном порядке. В результате расследования нарушений, происшедших в предыдущий зимний период, было разработано 138 мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Для ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций на энергобъектах созданы аварийные бригады, 8 бригад, 8 человек со спецтехникой. И также созданы аварийные резервы материалов на 21 миллион рублей. От автомобилей к человеку. Во главу угла при планировании любого города специалисты ставят не машины, а людей. Как настроить мировоззрение на новую волну и как будут выглядеть чебоксары будущего? На эту тему рассуждали участники открытого градостроительного совета. За 550 лет чебоксары неоднократно меняли облик. Сейчас архитекторы пытаются найти компромисс между сохранением исторических черт и обустройством города с учетом современных брендов. Про человека на некоторое время забыли. А вот сейчас мы снова возвращаемся и ставим главным в городе человека. И поэтому, наверное, в последнее время, вот несколько лет назад, возник такой проект федеральный под названием «Создание комфортной городской среды». Вот поэтому сами специалисты, архитекторы, градостроители должны поменять мозги, поменять голову, поменять направление своей работы. Поэтому количество участников выездного градостроительного совета не ограничивали. Благодаря открытому микрофону высказывались и бывалые архитекторы, и молодые дизайнеры. Города на Волге чем-то схожи, и перед творческим сообществом стоит задача, чтобы у нашего города был свой характер и яркий узнаваемый образ. Стоит отметить, что встреча состоялась на базе выставки Чебоксары «Вчера, сегодня, завтра», где наглядно рассказывается об архитектурно-градостроительном развитии столицы Чувашии. Удивительные идеи, воплощенные в жизни и оставшиеся мечтами. Реальность и фантазия – все это наша столица. Загляните в Центр интерьера и дизайна на улице Ярославская, 29, и вы увидите знакомые и незнакомые Чебоксары. Ирина Волкова, Бахсиар Велиев, Республика. Лазерные резаки и 3D-принтеры в сельские школы. В более 40 образовательных учреждениях Чувашии откроют новые просветительские пространства под названием «Точки роста». На создание одного центра направлено порядка полутора миллиона рублей. Сейчас в школах, которые выиграли грант на создание таких образовательных центров, доделывают ремонт и завозят оборудование. Наставники этих центров проходят обучение. В Чебоксарском детском центре «Квантуриум» уже несколько дней идет образовательная сессия. Сельские педагоги со всего Поволжья разрабатывают кейсы, в которые вписывают работу с новыми для них и школьников технологиями. Учили нас многому, большое количество информации, вот как будто просто прыжок в космос. Но я вообще люблю учиться. Совсем пока еще непонятно, как это мы будем детям все преподавать. Новое оборудование уже поступило, но мы еще с ним не познакомились, потому что поехали сюда. У нас школа сельская. Ремонты, так скажем, не часто происходят. Вот нам отремонтировали два кабинета, то есть все супер там окна вставили. Я в первую очередь этому рада. Я рада как учитель информатики, потому что новый комплект компьютерного оборудования. У меня старые компьютеры с 2007 года. Вот. Дисплей, большой панель. В программе образовательной сессии запланированы мастер-классы по семи направлениям. Виртуальная реальность, аэро, гео, информационные технологии, промышленная робототехника, дизайн и хай-тек. Все знания, теоретические и практические, педагоги будут применять на местах, в обустроенных по последнему слову техники кабинетах технологии. К слову, в этих классах не будет привычных парта и стульев. То, что кабинеты будут обновляться, даст толчок какой-то к развитию технологии. Ну и, кроме того, мы, конечно, хотим круто инженеров воспитывать, однозначно, и нам их необходимо вырастить. И в сельской области тоже. Зависит это от педагогов, от того, насколько круто они смогут проектную деятельность там развернуть, насколько грамотно повернуть детей от образования традиционного к выучиванию какой-то информации или выполнению лабораторных работ, к моменту, когда дети будут проектировать и планировать эксперименты сами. Волжский берег классики. Сегодня на певческом поле столицы звучала музыка. Под открытым небом свои лучшие композиции исполнили мастера оперной сцены из разных уголков страны. На одной сцене признанные мастера и молодые лауреаты международных конкурсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Ульяновска. Звучит Моцарт, Брамс, Гумель. Прекрасно, что в нашей республике сегодня находятся студенты Московской консерватории. Это Российская академия музыки, скажем, тоже. Это представитель к нам сюда приехал из Швейцарии. Приехал. И совершенно исполнение изумительное. Вот такое преумножение, именно она охват, именно людей консолидирует, она людей как-то собирает. Александру Рублеву 13 лет. Выступать на большой сцене перед камерами для него обычное явление. На телевизионном конкурсе «Щелкунчик» он занял третье место. Я стараюсь придумать для себя образы. Например, когда играл концерт Гумеля, я продумывал про себя что-то старинное, какой-то зал старинный, где танцуют. Всероссийский фестиваль под открытым небом собрал не только ценителей высокого искусства, но и обычных горожан. Они шли на звуки музыки. Вы знаете, я просто проходила мимо, я здесь гуляла, и я сижу, вот и думал, буквально пять минут посижу, и, наверное, уже час где-то я здесь нахожусь, и не могу оторваться. Эти звуки, они так вдохновляют. Такое ощущение, что я попала в какую-то сказку. Здорово, что организовали вообще этот фестиваль, я очень рада. Мы специально пришли на этот концерт, узнали из афиши, что будет вот такое, здесь, ну, как сказать, представление. Такое представление, да. Особенно понравилось, когда вот музыка звучала, и репродукцию Ван Гога показывали здесь. Я вообще люблю этого художника, поэтому было очень интересно посмотреть, и так необычно. По мнению горожан, музыка в открытом пространстве дает совсем другие ощущения, а водная гладь усиливает звуковой эффект. Ольга Алексеева, Бахтиар Велиев, Республика. Что не отдых, то активный, что не праздник, то спортивный. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксара-арена пилотажная группа «Стрижи» сыграла в хоккей с представителями Чебоксарской администрации. Капитанами команд стали полковник Сергей Осяйкин и сетименеджер города Алексей Латыков. Первое вбрасывание, третья минута матча. Команда «Стрижи» открывает счет, летчики набрали высоту. Однако представители госслужащих буквально через мгновение отправили ворота ответную шайбу. Бодрое начало игры продолжилось не менее активными атаками с обеих сторон. Несмотря на то, что матч товарищеский, хоккеисты выкладывались за льду по полной. Ни одна из команд по ходу игры не могла оторваться в счете более чем на шайбу. Матч закончился в ничью 10-10. Интересно, что команды уже встречались на хоккейной площадке четыре года назад. И тогда по итогам трех периодов счет на табло замер на цифрах 5-5. Завтра в столице Чувашии главный праздничный день. Просим горожан заранее выбрать оптимальные маршруты движения. И лучше обойтись без автомобилей. Многие улицы будут закрыты для личного транспорта. 24 августа Московская набережная станет единым спортивным и развлекательным пространством. В 10 часов 30 минут здесь начнется зарядка со звездой. Причем синхронно в четырех местах. Затем в 11 на Волге свои скоростные возможности покажут болиды класса «Формула-2». Ровно в полдень в небо над городом поднимутся красно-синие истребители МиГ-29. На Московской набережной начнется шоу авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В 15 часов с привокзальной улицы стартует парад городской техники. Кульминацией Дня города станет театрализованное мультимедийное представление на певческом поле, которое начнется в 8 часов, а также выступление хора турецкого. Завершится праздник в 22 часа грандиозным фейерверком над акваторией Чебоксарского залива. Выезжать в центр на автомобиле в этот день не очень удачное решение. Движение в городе будет ограничено. Кроме того, уже с 0 часов на многих улицах Чебоксар запретят стоянку. Подробности на сайте. Это все новости на сегодня. Хороших вам праздничных выходных. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова